Добрый день Я садовником родился Не на шутку рассердился Все цветы мне надоели Ой, добрый день Ой, здравствуйте, ребята Ну, кроме какого, Коксик? Кроме ромашки Нет, не отгадал Ну тогда, кроме одуванчика Ну, думай, Коксик, думай Я загадала один осенний цветок Ну тогда, я так не играю И вообще, осенью цветов не бывает Это кто сказал, что осенью цветов не бывает? Всем добрый день Здравствуйте, тетушка Дарья Вот это букетища Да, какой красивый Давайте поставим эти чудесные цветы в вазу И поближе с ними познакомимся Давайте Ой, Коксик, смотри Это астры Ну, те цветы, которые я загадала Когда мы в садовника играли Ага, астры Теперь я запомню эти цветы А вот другие, как называются? Да А вот смотри, Коксик Это мой любимый георгин Ой, георгин Георгин А вот эти белые кудрявые головки Хризантемы Хризантемы А вот этот, как называется? Да Вот этот стройный красавец Гладиолус Гладиолус А это что за симпатичные желтые помпончики? Этот осенний цветок так и называется Золотые шары Очень радостно на него смотреть, правда? Правда Ой, как же чудесно пахнет этот осенний букет Да А какой он яркий Да Осень радует нас своими яркими красками Перед зимними холодами Особенно хорошо смотрится вот этот яркий георгин в нашем букете О нем даже сложили легенду А какую, тетушка Дэн? Расскажите, пожалуйста Да Слушайте Когда-то, давным-давно Этот прекрасный цветок Мог расти только в царском саду Он мог так и остаться царским пленником Если бы не садовник по имени Георгий Когда-то, несмотря на строгий запрет Садовник посадил этот цветок Под окнами дома одной больной девочки И с того дня она стала быстро выздоравливать Узнав об этом, царь приказал бросить садовника в тюрьму Но царский цветок уже вырвался на волю И стал любимым в народе В честь бесстрашного садовника Георгия Цветок был назван Георгином Ой, какая красивая легенда Да Тетушка Дарья, расскажите нам еще про какой-нибудь цветок Да А может быть вы сами попробуете? Сами? Сами Ну что, я готов Какой коксик тебе цветок больше всего нравится? Мне? Вон тот вот гладиолус Жил-был мушкетер И у него была острая шпага Однажды к нему пришел другой мушкетер и сказал Я вызываю вас на дуэль Но первый мушкетер был очень добрый Не любил драться Он посмотрел на свою шпагу и подумал Эх, если бы эта шпага была прекрасным цветком И вдруг на шпагах мушкетеров стали распускаться бутоны И они превратились в цветы гладиолуса Вот и все Ну и ну Как здорово ты придумал, Коксик Молодец, Коксик Ты верно подметил Гладиолус действительно напоминает цветущую шпагу Само название гладиолус произошло от латинского слова «гладус» Что означает «шпага» Вот это да, я угадал А я тоже сказку придумала про золотые шары Можно я ее расскажу? Конечно, Шунечка Осенью всем цветочкам в садике становилось очень-очень грустно Им не хватало солнечного света Они замерзали и увидали Однажды цветочки решили написать солнышку письмо Чтобы оно осенью тоже им светило Написали и попросили голубя доставить его солнышку Голубок вернулся, а в клювике его горело золотое зернышко Маленький кусочек солнышка Из зернышка выросли золотые шары Цветы, похожие на маленькие солнышки До поздней осени согревали они другие цветочки на клумбе Браво, Шуня! Да вы у меня настоящие сказочники Ребята, а вы тоже сочините сказку про свой любимый цветок? Да-да, и напишите нам Или нарисуйте Мы очень будем ждать от вас писем в Шишкином лесу Ну а сейчас пора прощаться с ребятами Да До свидания, мальчики и девочки До встречи Всего вам самого доброго, ангела-хранителя Субтитры подогнал «Симон»